Здравствуй, я Павел Волон и это проект FL Studio Pro, вторая часть мини-курса по обзору и разбору могучего сандататора Spire от компании Reveal Sound. Эта часть будет полностью о фильтре, вот о этой секции здесь. Это субтруктивная часть нашего обзора Spire. Мы будем здесь вычитать определенные области из того, что мы уже сделали и сгенерировали в Spire. И как это понятно и логично по синтезатору, секция фильтра следует за секцией осцилляторов и голосов. То есть сначала мы генерируем наш тембр за счет максимум четырех полиморфных осцилляторов в этой секции. И как мы помним из первой части, что способов генерации и контроля генерации нашего тембра здесь более чем достаточно. Также мы можем раздробить и помножить это на несколько голосов от 1 до 9. И затем мы подаем весь этот продукт на стадию фильтрации. Туда, где нам доступно множество способов и видов вычитания определенных областей из спектра нашего аудио. Получена секция осцилляторов. И как у всех фильтров во множестве синтезаторов, в нашем Spire мы можем компенсировать наше вычитание частот и поднять определенную область с помощью резонанса. То есть, как и у всех синтезаторов, в нашем фильтре есть резонанс. Итак, у нас здесь есть два фильтра, которые могут быть полностью зависимыми и также полностью независимыми друг от друга фильтрами. Вот эта часть это фильтр 1 и эта часть это фильтр 2. И мы с самого легкого начнем и будем рассматривать виды фильтров и их группировки. И чем хорош Silent тем, что здесь фильтры, типы даже фильтрации и виды фильтрации сгруппированы в отдельные группы. Как мы видим, здесь уже есть Perfecto группа, Acido группа, Infecto группа, Scorpio и Combo. И все они содержат типы и виды фильтрации. Итак, посмотрим, почему они именно так распределены. На примере Perfecto группа и мы здесь видим четыре типа фильтрации. И они... и это самые популярные типы фильтрации Low Pass, Bend Pass, High Pass и Peak. Все это уникальные алгоритмы фильтрации, которые включают в себя наилучшие характеристики цифровых и аналоговых фильтров. И у этих типов наиболее широкое применение в звуке, потому что с помощью этих типов фильтрации мы можем добиться практически всех видов звучания, всех типов звучания. Итак, Low Pass, мы знаем, это фильтр среза высокой частоты. И вот как он работает. То есть, мы будем работать еще и с анлайзером. И уберем модуляцию, потому что по умолчанию, обратите внимание, что у нас частота среза модулируется... частота среза первого фильтра модулируется через первую огибающую вот в этой части модулятора. И мы просто делаем Off здесь. И цифра 4 здесь обозначает резкость среза у нашей области среза. То есть, сама область среза будет уже. Следовательно, срез резче. И как работает резонанс, мы все понимаем, что это компенсация нашей области среза и подчеркивание самой области среза. И следующая ручка Keyboard Tracking. Это следование нашего фильтра за высотой тона. То есть, это зависит от тех нод, которые мы активируем. То есть, фильтр и уровень его среза, место, где будет находиться область среза, будет зависеть от высоты тона Pitch и, следовательно, от наших нажимаемых нод. Итак, сейчас по умолчанию у нас стоит посередине эта ручка. И если я активирую ее на плюс 100%, это стопроцентное следование нашим нотам. И сейчас я просто пройдусь, подчеркну все это дело резонансом, чтобы резонанс следовал моим нажимаемым нотам. В то время как то сейчас вы замечаете, что резонанс остается на одном месте. Мы видим эту область четко. И если я активирую следование клавиатуры, то резонанс пойдет вместе со спектром по тому, как я иду по нотам. И следовательно, высоте тона Pitch. И также это работает в негативную сторону. То есть, если я сейчас буду идти вверх по нотам, вы видите, что область резонанса и область среза, следовательно, понижается по спектру. Это обратное влияние высоты тона на область среза. Сразу обратимся к эффектам, даже пока мы не знакомы с ними, но стоит просто сделать так. И здесь если если применить экстремальный резонанс, то здесь нужно следить за тем, где вы еще. Если вы хотите, чтобы резонанс следовал, то есть подчеркивал ваш тембр и следовал вашим нотам, так как если, например, использовать резонанс без следования ноты, то не всегда интересно иметь резонанс у фильтра на одном месте, пока мы используем ноты, пока мы играем какую-то композицию или мелодию. И чтобы резонанс подчеркивал тембр на каждой ноте и следовал тону, то стоит, конечно, активировать следование нашим нотам, следование клавиатуры. Но нужно знать, но тут нужно ловить момент. Тут иногда, я думаю, чаще, чаще всего вам стоит подчеркивать именно какую-то гармонику. Обратите внимание сейчас. Давайте пониже опустим это дело. Где сейчас резонанс? То есть он должен быть, он должен подчеркивать какую-то из этих гармоник, которые мы сейчас видим. Если он будет между ними или не совсем находиться не совсем вровень с какой-то из гармоник, этот резонанс, я имею в виду, то будет звучать не совсем гармонично, как мы слышим сейчас. То есть нужно поймать именно частотой среза, где будет резонанс. Сейчас я подчеркнул гармонику номер два, как вы видите. Вот эта гармоника теперь приумножилась в несколько раз. И как мы слышим, резонанс сейчас гармонично звучит с нашими нотами. Что в противном случае, между второй и третьей, например, гармоникой, мы слышим диссонанс. Так это работает. И вот для чего следование клавиатуры, вот для чего резонанс. И вот такое интересное применение. И, я думаю, полезное применение. Это был low-pass фильтр. И это фильтр среза высокой частоты. Также здесь есть bend-pass фильтр. И, я думаю, вы уже все знакомы с типом фильтрации. Bend-pass — это полоса пропуска. И здесь у нас просто остается полоса. Все это мы можем подчеркнуть резонансом. Опять же следует за нашей клавиатурой, за нашими нотами. И так же ловим по гармонично. Выбираем область резонанса хотя бы в созвучии с нашим тембром. Примерно так. И далее high-pass фильтр. Отключим все это дело. И это срез низкой частоты. Все это логично. И все это мы уже знаем. По большей части. И пик. Здесь мы вырезаем какую-то область. То есть это работает практически в обратку с bend-pass фильтром. То есть bend-pass оставляет, а пик вырезает. Но более острым образом. И мы можем подчеркнуть эту область. То есть заметьте, где ведется вырез. И заметьте, где ведется компенсация. То есть компенсация ведется немножко позже. То есть дальше. И это типа перфекто. Далее есть еще куча вещей. Как acido. И это все low-pass фильтры. То есть фильтры среза высокой частоты. И это эмуляция фильтров синтезатора TB-303. Все они отличаются остротой среза. Резкостью среза. Вот этого low-pass. То есть область среза будет уже. И сама область, сам срез будет резче. Если мы будем приближаться к четвертому типу. То есть от первого. Первый это самый гладкий тип. Второй. Третий. Видим как повышается острота среза. И резкость среза. То есть вот чем отличается первый от четвертого. Все просто. Infecto. Все это эмуляция фильтров синтезатора Virus-TI. Вирус-TI. Знаменитая вещь. Я думаю многие хоть и не пользовались и не имели во владении такой вещи. Но многие слышали о этом синтезаторе. И здесь то же самое, что мы видели в Perfecto. Low-pass второго типа. То есть не такой резкий. Bend-pass. High-pass и notch. Это тоже вырез определенной области. Scorpio. Здесь также собраны уникальные алгоритмы фильтров командой Reveal Sound. И также это эмуляция наилучших аналоговых и цифровых фильтров. Но здесь чем отличается от Perfecto? Давайте взглянем. И это очень важно, потому что здесь будет отличие в резонансе. Итак, первый у нас, первый по списку это Red Low-pass. Причем второй тип. Здесь будет несколько типов. Это второй и четвертый. И все это помним резкость. То есть Red второй и Red четвертый. И вот где разница между остальными типами фильтров. Здесь более экстремальный резонанс. И он подчеркивает несколько областей. То есть это комбо-резонанс. Исследование клавиатуре даст свои плоды. Но опять же ловить нужно более-менее гармонично. Четвертый тип. И все остальное в принципе тоже самое. Но здесь нужно заметить, что есть тип Black и он отличается от типа Red. То есть здесь есть Red Low-pass четвертый и Black Low-pass четвертый. Посмотрите, как это отличается. Также будет отличаться резонансом. Как видите, область даже резонанс немного отличается. Потому что мы слышим разницу в высоте тона между этими областями, которые подчеркивают резонанс. И все остальные типы фильтрации мы уже встречали. И все это будет отличие в резонансе. Итак, это Scorpio. Крупа комбо состоит из нескольких типов фильтра, которые подчеркивают несколько пиковых областей. И посмотрим, как это работает. То есть в конце концов получается вот такая картина. И если мы начнем использовать резонанс, вот сколько мы получаем этих пиковых областей в резонансе. Это дает очень-очень сумасшедший необычный тембр. Также вы понимаете, что резонанс здесь может и будет работать с клавиатурой, с нашими нажимаемыми нотами. То есть это такая свойственная задача тембра. И несколько режимов моно в плюс. Моно плюс, моно минус, стерео плюс, стерео минус. И как вы видите, все это действительно отличается в панораме. То есть в стерео это содержит все-таки как-то разницу между фильтрациями отдельно левого и правого канала. Вот как богат фильтр в синтезаторе Spire. И теперь поговорим о маршрутизации нашего аудио через эти фильтры. И как мы можем пропустить различными способами наше аудио через эти типы фильтрации. Здесь два фильтра, которые могут быть как зависимыми, так и полностью независимыми друг от друга фильтрами. Они могут работать в последовательном и в параллельном режиме. Что это значит? Это значит, к примеру, в последовательном режиме, в котором мы и имеем по умолчанию режим фильтра в нашем Spire сейчас. В умолчании у нас стоит последовательный режим. Что мы можем понять, увидев, что вот эта вот лампочка параллельная, вот эта кнопка параллельный режим деактивирована. Следовательно, по умолчанию стоит последовательный режим. Сигнал с секции осцилляторов входит, поступает на первый фильтр, на вход только лишь первого фильтра. То есть вот в эту часть. Он проходит обработку в фильтре номер один. И с выхода в фильтр один сигнал, уже обработанный фильтром первым, уходит на фильтр два. Сюда. Для последующей обработки. И фильтру два достается, как вы уже понимаете, каким-то образом обработанное аудио. Далее делает свое дело фильтр два выбранным способом. И уже обработанный фильтром один и впоследствии фильтром два, сигнал аудио подается на вход в секцию эффектов, как мы видим по этой стрелке. То есть в этом случае за фильтром номер два у нас остается последнее слово, финальное слово. И если фильтр два не выбран, то есть как сейчас, то вся работа лежит только на фильтре один, и достается вся работа только фильтру один. И это режим последовательной работы фильтров. И также за данный режим в ответе вот эти две ручки. Вот эта ручка Filter Balance и вот эта ручка Filter Input здесь, в секции остелляторов, которую мы в принципе уже прошли. Итак, чтобы убедиться, что мы действительно используем режим фильтрации в последовательном режиме, то есть сначала мы пропускаем через фильтр один, потом через фильтр два. Например, выберем здесь Low Pass Filter. Уберем нашу модуляцию с фильтрации, с частоты среза. И здесь выберем High Pass Filter. То есть сейчас я срезаю низкие частоты здесь вторым фильтром. И высокие частоты первым фильтром. И как вы видите, что последнее слово действительно за вторым фильтром сейчас. Итак, чтобы убедиться, что мы действительно фильтруем в последовательном режиме, нам нужно знать, что ручка в осцилляторе в первом, например, в нашем случае в первом осцилляторе, помните, что эта ручка Filter Input выставляется отдельно для каждого осциллятора здесь. И, например, для первого осциллятора нам нужно убедиться, что действительно ручка Filter Input стоит на фильтр номер один, так как это куда подается наш сигнал. И мы должны сначала подать сигнал в фильтр один и вывести этот же сигнал из фильтра два, что и обозначает вот эта ручка Filter Balance. Следовательно, сейчас действительно последовательный режим, так как ручка, так как кнопка параллельно отключена, и вот эти две ручки Filter Input строго влево и Filter Balance строго вправо. Следовательно, мы подаем сигнал в первый фильтр, он проходит через первый фильтр, обрабатывается и выходит через второй фильтр, что, в принципе, обозначает этой ручкой. Если мы используем вот эту ручку таким образом, то мы именуем таким образом второй фильтр, так как мы подаем аудиосигнал в первый фильтр и выводим этот же сигнал из первого фильтра. Filter 2 здесь не имеет никакого слова. Таким образом это работает. Если мы задействуем ручки вот таким образом, то есть строго вправо в Filter Input и строго влево в Filter Balance, так мы ничего не услышим, потому что мы подаем сейчас наш аудиосигнал во второй фильтр и выводим это все из первого фильтра. Итак, теперь о том, как все это изобразить в параллельном режиме и что вообще такое параллельный режим фильтрации. Многие люди уже знают, кто встречался со способами в синтезаторах комбинирования двух фильтров, но все же параллельная фильтрация – это когда мы используем два независимых фильтра на нашем аудио. Первый фильтр выполняет свою работу независимо от второго фильтра, и второй фильтр также делает свою работу над аудио и отправляет далее. То есть на этом моменте мы подаем 50% нашего аудио, то есть как будто бы половину нашего аудио в первый фильтр и другую половину нашего аудио во второй фильтр. И у каждого есть одинаковые привилегии здесь, если мы, конечно, поставим… Если мы соблюдаем строго вот такие условия. То есть мы включаем параллельный режим здесь и ставим эти ручки строго на середину. То есть строго по середине фильтра input – это значит, на наш осциллятор один подается и в первый, и во второй фильтр одинаково. И, следовательно, выход с наших двух фильтров ведется на секцию FX от первого фильтра – такое-то количество, и от второго фильтра – такое же количество аудио. Это, конечно же, отличается от последовательного режима, так как оба фильтра здесь имеют одинаковые привилегии и выполняют свою работу на одинаковых полномочиях. Последняя и самая, наверное, сложная вещь – это вот эта кнопочка link. Итак, если мы активируем, что я и советую вам все время делать в этой фильтрации, если вам, конечно, не нужен какой-то нестандартный способ применить фильтр, что я советую вам делать – применять вот этот линк… оставлять этот линк все время по умолчанию активным. Это объединяет области среза первого и второго фильтра. Опять же, если мы поставим уровень коров, то есть область среза у второго фильтра по середине, и мы поставим последовательную фильтрацию, то есть от первого до второго фильтра на выход, и вы заметите, как сейчас область среза у второго фильтра следует за областью среза первого фильтра. И в отличие от необъединенных областей среза. То есть все-таки второй фильтр также следует первому фильтру. Это может быть поначалу как-то сложно для понимания, но здесь нужно обращать внимание на то, что вы слышите. То есть вот где область среза у второго фильтра – здесь. Если мы нажмем линк, она осталась здесь все же. То есть вы понимаете, что она следует. Вот эта частота среза, вот эта область среза, то где ведется срез у второго фильтра следует в этом режиме за первым. Вот какое отличие. И оно очень-очень важно здесь. Этот момент очень важный. И заглядывая вперед на секцию модуляторов, которую мы рассмотрим позже в этой серии уроков про Spire, хочу сказать, что здесь модулируется в фильтре все. То есть мы можем модулировать действительно все. Потому что из фильтра, например… Потому что вот они все эти ручки, вот они все пять ручек. Ну, естественно, кроме Keyboard Checking, кроме исследования клавиатуры, потому что по логике вещей вы понимаете, что зачем нам модулировать во времени именно этот параметр, именно активирование наших привязанностей области фильтрации к высоте pitch. Это не очень логично. И я думаю, никогда вам это не пригодится. Поэтому по такой простой логике вещей здесь этой модуляции как таковой и нет. Поэтому все пять ручек, которые физически можно промодулировать, все они здесь. И вот она вся секция фильтров. Я думаю, здесь более чем достаточно фильтров, как и более чем достаточно способов генерировать тембр. Также мы и… То есть богатство генерации и богатство способов вычитания из этого аудио. Здесь просто в изобилии. Итак, в этом уроке я полностью разобрал для вас секцию фильтра и принцип работы фильтров и комбинации фильтров в Spire 2. На этом, я думаю, мы подведем этот урок к концу. И до скорой встречи в следующем уроке. Не забываем подписываться на наш канал на YouTube и группу ВКонтакте FL Studio Pro. С вами был Павел Волан и до скорой встречи. Пока!